Допустим, один из первых рассказов в той книге Рассказ с точки зрения нечто из одного моего фильма От лица пришельца, как он эту ситуацию видит, как он все это осознает Довольно интересно написано А вы, Бенви Иваны, приветствую вас в Гезерно В первом пилотном выпуске нашего нового подкаста В котором я буду в каждом выпуске делиться впечатлениями о трех вещах Это либо фильм, либо сериал Либо книга, либо комикс Видеоигра, либо настольная, может быть, игра И постараюсь добавлять какие-нибудь впечатления о какой-нибудь музыке Которая мне как-то запомнилась или впала в душу Не обязательно все, о чем я буду вам рассказывать, хорошее Или хотя бы среднее Но да, я буду говорить о чем-то плохом, что вам не советую ни в коем случае смотреть Либо слушать, либо играть, неважно Но, тем не менее, почему-то оно произвело на меня какое-то впечатление Оставило хоть какие-то эмоции А не просто прошло мимо меня и бесследно Ладно, эти выпуски будут не сильно длинные Около 15 минут, я думаю Поэтому, поехали И сегодня поговорим о сериале Безмозглый или Брэйн Дэд К сожалению, CBC закрыл этот сериал после первого сезона И я считаю, что зря Лучше бы его оставили, а всякие другие Их не очень хороший сериал, как мы знаем Позакрывали В чем тут цимис? Упал Челябинский метеорит Да, Челябинский метеорит Собственно, именно с этого начинается фильм Из сериала, извините И его привозят в Америку И из него начинают лезть муравьи На самом деле, это инопланетные засекомые Но поначалу выглядят они, как муравьи Маленькие Но Они проникают в головы членов Конгресса И меняют их восприятие мира Грубо говоря, контролируют их, да? Заставляя менять политическую систему Америки Грубо говоря Между собой ссориться и ведя все к коллапсу Цимис звучит немного бредово, да? Но это не трэш Вернее, как Это трэш С хорошим знаком плюс Потому что кроме трэша самого Ну, потому что муравьи, которые контролируют разум Это, в 90-е какие-то фантастика Нет Тут, во-первых, хорошая именно визуальная составляющая То есть все снято не сильно дорого Но при этом Вот все инопланетные, все графические части Выглядят довольно-таки прилично У тебя не складывается ощущение, что это снято на коленке Как у Седаба часто бывает, да? Плюс Само сценарий, сами диалоги, сами актеры играют отлично Например, в главных ролях тут Мэри Элизабет Которую вы знаете, наверное, по ролям дочки Крепкого Орешка в третьем-четвертом фильме Либо она играла еще главную роль в Клой Филл 10 Во втором фильме из цикла Хорошая актриса Плюс другие тоже стараются И все сделано весьма приятно Плюс каждая серия И мне это, наверное, зацепило Как вы знаете, часто в сериалах Так они выходят раз в неделю В начале серии рассказывают, что было раньше И это удобно, когда вы смотрите несколько сериалов Вот каждую неделю По мере выхода Но тут они подступили к этому делу более творчески, да? То есть каждый раз они оформляют это в виде песни И это очень-очень круто звучит На тюбе, наверное, вставлю даже кусок из одной серии Потому что действительно круто И каждый раз новая песня Рассказывающая о других событиях, что было в предыдущих сериях Это мощно Плюс, на удивление, хорошо рассказано о политической системе То есть тут не просто с воздуха берут все эти факты И как все работает на самом деле Как конгресс устроен А действительно подошли с умом к этому Поэтому, знаете, если взять карточный домик Добавить туда шуток, юмора И убрать бюджет большой Ну и добавить трэш из фильмов 80-х фантастических То вот будет примерно вот Brain Dead Сериал небольшой Там, по-моему, около 10-12 серий Поэтому посмотрите, не пожалеете своей времени Несмотря на то, что его закрыли Закрыли арку из Махара Шоу Да, там есть намек на продолжение Которого, скорее всего, мы никогда не увидим Но и с этим, в принципе Такой финал хоть открытый, но не сильно Поэтому, окей Сериал отлично Всем советую, не пожалеете Я его уже дважды смотрел Поэтому советую со всей душой Переходим к видеоиграм Сегодня у нас это 2Human Игра эксклюзивна для Xbox 360 Ну и сейчас, по-моему, она Наконец-то по обратному совместимости доступна Для Xbox One S, X Ну или если у вас обычный Xbox One То, наверное, тоже Ну, сами понимаете Что это такое? Как бы вам сказать Представьте God of War Новый, который, да, в Скандинавии Накинете туда все безумие оригинальные Скандинавские мифы И все заполируете киберпанком Вот это будет примерно 2Human Что тут происходит? Это далекое будущее Планета полная жопа Обледенела все к херам Люди живут в городах мерзких И чтобы им не было так тошно Они все поголовно сидят в цифровой виртуальной реальности Где там у них сада, травка, деревья, птички Погибают вот это все И все это еще плетается тем Что искусственный интеллект весьма Суровая херня В принципе, начинается игра с того С интер прекрасного Кинематографичного Где главный герой Бальдер Да, это тот самый чувак С которым дрался бог войны В последнем Боге войны, собственно, да Он заходит в бар И сцена напоминает Кстати, первый рассказ Пролог Из Ведьмака Из книги, я имею в виду И тут в этот бар местный В ламу есть гигантское чудовище Его называют Грентель Причем написано оно так инициалами Типа как каптрек из Бордолэнса Ну, вы поняли И он ему руку отрубает в итоге Это очень круто Собственно, он и есть первый нормальный босс в игре И игра начинается с того Что вы в отряде с другими Солдатами, так сказать Прибываете на заброшенной На заброшенное какое-то сооружение Где долго и упорно идете к этому Грентель Чтобы его убить, собственно И там есть и Одины И Локи Все такие кибернетические полубоги Грубо говоря Валькирии с небес спускаются Такие тоже все кибернетические Чтобы поднять мертвых солдат И унести их в Вальхаву Кибернетическую, наверное, тоже И все это в таком духе То есть в викинге В киберпанке, да Очень мощно Очень стильно Но, к сожалению Игра задумалась как большая трилогия Но денег хватило только на одну Большие тяжи были с издателями С разработчиками Даже в итоге им пришлось все непроданные копии Утилизировать Абзац, конечно Но при этом поиграть стоит Игра не сильно долгая для подобного жанра Это, грубо говоря, деблоид Вид сверху Ты ходишь за пехотинца Убиваешь мобов Качаешься Шматизмом занимаешься Причем прокачиваешься Интересным способом Единственное Механика боя Немного непривычная То есть вы Машете стиком оружием И стреляете, соответственно Некоторых может отпугнуть Но при этом потом приноровитесь И в принципе Это даже так удобнее получается В целом По геймплею игра не то чтобы сильно Прорывная Особенно для своего времени Когда много экспериментов было Хотя они придумали весьма хитрую Фишку с расчленением противников То есть если он больше чем обычный пехотинец У него можно, допустим, ноги отстрелить Либо руку Там есть робот с большим молотом Вместо одной руки Можешь его отстрелить И он станет почти что безвредным И с боссами Тоже битва именно на этом все построена В целом весьма крутая тема И по большей части По большей части Конечно сеттинг рулит Киберпанк с викингами Это, блин Я такого не помню, честно говоря А тут прям реально Локи, Один Все они там собираются за огромным столом И все эти кибербоги Поэтому У кого есть возможность купить Или достать где-нибудь диск На Xbox Ну если у вас есть Xbox То рекомендую поиграть Не пожалеете Игра того стоит Ну конечно если вы любите Жанр такой Немного Диаблоподобных Игр Потому что тут сюжет Он есть Он крутой Но он раскрывается Довольно-таки Очень медленно Неторопливо То есть буквально Только часа через два Вам начнут что-то Рассказывать про сюжет А до этого вы будете бегать По руинам Каким-то Гостить роботов мелких И немного скучать Если вам не нравится Геймплей такой Вот Поэтому тоже советую Немного с осторожностью То есть не всем Может это зайти Но если вам понравилась Идея такого сеттинга То поиграйте Не пожалеете Хотя конечно Продолжение мы не увидим Точно никогда Потому что с правами Швах полную Ну конечно Когда-нибудь можете увидим Я не знаю что это будет Через 20 лет Поэтому На свой страх и риск С книгами Сегодня у нас Все предельно Прекрасно Все у нас Питер Водс Ложная слепота Ну и можно взять Сиквел Эхопроксию Сразу же Она более сложная Но не менее интересная Кто такой Питер Водс Грубо говоря Это На мой взгляд Один из очень немногих Современных фантастов Который действительно Является Научным фантастом То есть Он обосновывает Все свои предположения Все свои теории Более-менее на реальных Их-то предпосылках Теориях Вот это все Причем буквально Если открыть Более-менее Конец Книги То есть вот Я не знаю На видео версии Возможно Плохо будет видно На аудио вообще нет Но там короче Пол страницы Это сноски Сноски на то Что тут было в тексте Указано выше Причем Делает сноски Именно на реальные Какие-то исследования На журнальные статьи И прочее В конце предисловие Огромное После слова Скорее да По каждой Из каких-то тематик Почему он именно Это взял Как он к этому пришел Что он у меня в виду Под этим Очень интересно Плюс Он идет не просто Типа вот Пришельцы прилетели Нет То у него подход К этому очень-очень мощный Кто читал Кто понимает О чем я Кто еще нет То Блин Рекомендую Не пожалеете Действительно Сложное чтиво Это не экшен-порно Тут совершенно Все иное Очень много Какой-то психологии Каких-то терминов И вам придется Лучше всего Это гуглить Потому что Индаграм не поясняет Что это такое И подразумевает То что Читатель знает Причем иногда Даже сноски идут На какой-то термин Который объясняет Это другими терминами И тебе Банально приходится Сидеть и Вику читать Чтобы врубиться Что там происходит Но вы не пожалеете Об этом Много интересных Идей Насчет того Как наш мозг Работает Как глаза Наши Как наши глаза Интерпретируют Видимое Для мозга Поэтому Не пожалеете Точно Его первую трилогию Лучше начинать Немного позже Это морские звезды Водоворот И бета-геймот Она хорошая Особенно вот Вторая Она прекрасная Но Немного неровная И Там видно Что он морской биолог По образованию И там немного Он избыточен В этой теме Но кому-то Это может и понравиться И конечно Всем рекомендую Его сборник рассказов По ту сторону Рифта Где он Берет очень интересные Всякие идеи И их развивает Допустим Один из первых Рассказов В той книге Рассказ С точки зрения Нечто Из-за Моего фильма От лица пришельца Как он Эту ситуацию Видит Как он Все это осознает Интересно написано Всем рекомендую Но в первую очередь Ложная слепота Бестселлер Офигенная книга Лучшая Научная фантастика Наверное За последние лет Пятнадцать Может даже двадцать Подумай Насчет этого Вот Ну и завершаем Наш сегодняшний выпуск Гейзерной Группой Кейн Возможно Вы видели Хорошие Видео Обзоры На игры Особенно На эксклюзиве Плейстейшн Игрорги Эти ребята Еще на телевидение Потом даже Попадали Но Многие знают Их обзоры Сейчас они Вроде прекратили Делать это По тем иным причинам Но Многие помнят Какие у них были Зарихвастские песни В выпусках Особенно Даньку помните Наверное Да Так вот У этого Даньки Есть собственная группа Кейн И она играет Весьма крутой Поп-рок Да Такой Немного романтичный Но при этом Весьма годный К сожалению У них всего лишь Полтора альбома Грубо говоря Позже они Еще одну группу Сделали С каким-то Еще одним Чуваком Я не уверен Но Там тоже Одна песня Поэтому Даже пока Упоминать Не буду Но Но Сейчас ходят слухи Что они наконец-то Хотят что-то возобновить Продолжить делать Поэтому Возможно Сможете угореть В два раза больше Если как раз После выпуска Этого подкаста Они что-то выпустят Пока что У них есть Один альбом Еще пару синглов Я оставлю ссылочки В описании Обязательно послушайте Весьма хорошее звучание Хорошие тексты И в принципе Я иногда просто ставлю На репит альбом И слушаю Пока что-нибудь Делаю Там пишу Рисую Вот это все А так Наверное на сегодня все Надеюсь вам понравился Сегодня дайджест Подборка И всякого интересного Увидимся через неделю А пока не скучайте И всем пока